привет подписчики сегодня варим трубу под рентген по просьбе одного из вас горит покажи от начала до конца как варить трубу под рентген и заварим две лопаты то есть и для начинающих будет интересно и для тех кто уже начал сварку то есть уже понимаешь такое сварка и хочет варить трубы под рентген сейчас все подробно опишу расскажу поехали первое рассказываю начинаем с фаски ошибка допускается такая кто начинает варить трубы пытается с корнем да совсем ничего тут сложного такого нет прям грандиозного каждый это сможет сделать первое с чего это не должно быть вот это вот фаску когда делаете фаску вот я заметил ошибка сварщика начинающего варить трубы под рентген первая ошибка это то что он вот эту фаску слишком делает вот так большой то есть вот этот скос угол скоса делает большим и тогда он проваливается просто когда начинает корень варить он проваливается понятно потому что здесь больше тонкого становится металла и вы буль туда и провалились дырка чтобы этого небо избежать не надо делать фаску вот под тупым углом делать ее под острым 30 градусов то есть она должна быть фасочка вот она смотрите вот чуть-чуть не сильно не надо много снимать чуть-чуть вот варить сложно мелкую трубу вот такую да и меньше трубы сложно корень варить сразу вам скажу секрет один раскрою чтобы не было сложно варить катушку когда вы завариваете до мелкую трубу я вот когда сдавал на на xmgdo на xmgdo там мне давали катушку 219 заварить но это легко и просто и две катушки под это под 45 градусов сорок пятых вот таких сорок пятых три миллиметра толщина вы представляете их под рентген надо заварить под 45 градусов вот в этом была и сложность и самое сложное это варить потолок корень потолка чтобы продавить его проварить все хорошо и я вам сейчас расскажу один секретик если собираетесь сдавать трубу его заставит мелкую трубу варить под рентген вы делаете прихватки прихватки вот такие шириной вот такой вот прям по 2 сантиметра это в допуске вы поняли да а что такое труба маленькая сорок пятая и два сантиметра лежит этот полтора сантиметра два лежит этот прихватка ваша это допускается понимаете и вы эти два сантиметра вот так ставите на потолок два сантиметра и все у вас получается потолок уже заварен на мелкой трубе вам только остается уже вертикал поднять вы поняли вот так вот я и сделал так я издал короче то есть я поставил широкие прихватки мне никто слова не сказал я поставил две прихватки одну сверху одно снизу такие широкие и на потолок вот эту прихватку положил и все и у меня кой корешок был идеальный провалено все прошло на кс у меня в руках поняли да также и вам советую даже вот любую катушку варите ставьте пытайтесь пошире делать прихватку то которая будет у вас на потолке вам легче потом начинать сварку и варить легче будет понимаете да все первое угол скоса не должен быть большим он должен быть таким вот острым углом 30 градусов по панаксу 27 33 градуса с угол скоса насчет притупления это я вторую катушку заточил притупление не должно быть слишком тонким сейчас я поймаю вот смотрите не должно быть слишком тонкими не должно быть слишком толстым притупление должно быть примерно 2 миллиметра в среднем сделайте больше можете не проплавить сделайте меньше можете провалиться поэтому ну опять же провалиться не провалитесь если угол скоса будет нормальный небольшой вот я делаю это где-то миллиметр полтора притупления хотя можно сделать чуть чуть больше я наверно сейчас сделаю немножко больше вот поняли да притупление ну это маловато я сделаю сейчас немножко побольше видите тем более для начинающих которые начинают учиться варить трубы под рентген лучше сделать побольше так вы более поймете что нужно делать короче мне кажется так что вы быстрее поймете что нужно делать если будет притупление побольше не видно вот такое притупление на тонкостенных трубах на отводах и толстостенных трубах притупление можно вообще не делать чтобы оно было острым то есть вот например от вот там толщиной железа толщиной 10 миллиметров это отвод приваривайте катушки на отводах можно вообще притупление не делать пусть она будет острым ну заводские отводы они все острые притупление нет короче лучше проплавление идет на толстых металлах а на маленьких трубках на толкостенных притупление надо делать хорошим катушку лучше на на углу вот смотрите какой получается если их совместить вместе вы вот совместить вместе вот смотрите какая получается канавка видите небольшая и у конечно же рисанта сои 190t люкс этим аппаратом я теперь работаю все свои аппараты я продаю уже половину продал буду покупать менять их хочу уже брать все что были с энергией короче аппараты у них уже ну новое поколение сварочных аппаратов мои устарели уже по 5 по 6 лет их надо меня этот оставляю так как тут энергия есть но я не не пользуюсь но то есть тут какие-то микро контроллеры уже другие короче там электроники знаю то есть каждый год они улучшаются улучшаются эти сварочные аппараты так смотрим смотрите зазорник я сделал вот такой он обязательно должен быть чистый чтобы между двумя катушками был контакт поэтому два с половиной миллиметра зазорник ну 2 и 6 на мелкую трубу на крупную оставлю троечку зазорник на мелкую 2 и 6 прихватки я не стираю делаю прихватки сразу с корневым проходом я их не не убираю как некоторые убирают затачивают не я не заморачиваюсь вот смотрим прихватки оставлю такие чтобы они уже были с корневым проходом смотрим видите да они уже как как корень идут все три прихватки которые я поставил плохо видно вот смотрите например вот эта прихватка она такая типа как вровень да идет с трубой короче но когда вы начнете обваривать обваривать здесь она чуть-чуть как бы выпуклая когда вы начнете обваривать заполнение делать или облицовку она еще увеличится корень увеличится где-то на 1 миллиметр и и выйдует оттуда вы поняли да все три прихватки поставил два с половиной зазорчик сейчас я эти прихватки заточу сделаю короче заходы и начнем сварку прихватки делал на 70 амперов настройки такие 3 миллиметра 3 это горячий старт и 0 форсаж затачивать прихватки вот так то есть точите и до тех пор пока пока не появится пленочка тонкая на заходах здесь и здесь это для лучшего сплавление посмотрели так почистили пор нету все нормально и начинаете сварку но сегодня мы еще не только трубу варим еще вот две лопаты привезли заварить вот смотрите видите какая трещина 1 и вот вторая лопата трещина 2 за них можно подобно расскажу конечно для такой сварки лучше использовать пульт управления ну тех кто уже давно варит трубы под рентген пульт уже не нужен как бы но лучше его использовать то есть можно даже это не затачивать но когда экзамен сдаете лучше затачивать когда останавливаетесь но я не буду затачивать так как здесь вот в конце короче в конце если нет такой дырочки порка такая остается дырка такая сквозная если ее нет то можно продолжать сварку смело здесь и и нет смотрите видите да как она все получается продолжаем сварку продолжаем вождение практически никаких просто внутрь вливаете кромки сплавляйте небольшие такие движения так небольшие немножко ну вы сами смотрите как вот эти методы внутренние кромки вот это и этой детали этой сплавляются и все не надо там проталкивать что-то это все бред кто это придумал про толки вать про толки вот это когда зазора у вас зазор у вас маленький тогда надо продавливать там пытаться продавить корень отards зазор отлично не начал продавливать просто сварить, сварить, ведите электрод и свариваются две кромки и все. То, что корень у меня идет, сплавляется 100%, я это вижу по, видите, отверстие, технологическое такое отверстие идет вот в конце сварки, кружочек такой, это значит идет полное сплавление двух кромок и внутри образуется корень. До прикладки делаем заход и начинаем опять с потолка с той стороны. Все, зашел я на прихватку. Ну, скажу еще одно, скажу вот еще одно, короче, что вы можете ток регулировать наклоном электрода, то есть если вот вы варите, вам мало току, вы вот так наклоняете электрод, параллельно 90 градусов в трубе, если много, вот так наклоняете. И вот таким вот регулированием электрода вы регулируете себе ток, меньше-больше, вот так будет меньше, вот так будет больше проплавление. Ну, это для тех, кто без пульта варит, хочет варить. Ну, теперь с этой стороны все то же самое, отключаю видео, вы уже увидели, все то же самое теперь с другой стороны. Смотрите, заварил я и с этой стороны, еще горячее остывает. Внутри у нас вот так. Сейчас я отобью, покажу, что там. Но на корень смотреть лучше, я говорю, когда уже вы сделаете облицовку или заполнение. Смотрите, какой стык. Это я просто швак отбил. Такой вот корень. Толщина стенки трубы 6 миллиметров, то есть я буду варить в два прохода. Сейчас почищу немножко и сделаю заполнение. Болгарочкой почищу. А что буду чистить? Да, болгарочкой. Вот такие места, где заходы. Вот здесь почищу. Вот был заход, видите? Вот это почищу. Вот здесь был заход, вот почищу. Почистил я корень. Весь почистил. Нету ни одной порки, ничего. Все четко, все классно. Монтажник всегда спрашивает, как сварщику зачистить корень. То есть, чтобы было небольшое углубление или облицовку. Не, облицовку, не, заполнение я имею ввиду. Заполнение ты сварщик сам себе уже делает. Чтобы немножко кромочки выглядали, короче. Понятно, я по-кубански уже сказал. Чтобы вот эти кромочки немножко торчали. Вот. Монтажник всегда спрашивает, делать углубление небольшое, когда корень чистят. Или оставить, чтобы, то есть, только лыжи пробил и все, типа, чтобы вровень с трубой было. Мне, говорю, без разницы. Я варю, короче. И так, и так. То есть, можно, чтобы канавка небольшая была, видите, да, канавку. Вот, вот здесь, видите, да, что небольшая канавка имеется. А можно и штук сплошной будет, без разницы. Некоторые сварщики ругаются, чтобы не убирали много корня. А некоторые, наоборот, радуются, что им вот такая канавка остается. Для облицовки. Как видите, стык почистил весь. Корни, продолжаем облицовочку. Облицовочка уже побольше, то ампер надо ставить. Корень, корень, да, сейчас я отобью, посмотрим, что там. Ну, швак отбил вот так, где отбилось, где нет, короче, на корне. Ну, его сейчас плохо видно. Корень будет хорошо видно, когда облицовочку сейчас положу. Сейчас там прожарится, выплавит. И будет все четко видно и классно. Ну, на облицовку я пока поставил 80 ампер. Но еще не знаю, может, изменю. Я же аппарат этот еще не знаю в деле, как он. Ну, трубы я не под рентген еще не варил, ресанты. Ну, варит классно, прикольно. Сейчас поставил 80 ампер. Сейчас посмотрим, мало, много. Начинаем варить потолком. То есть электрод немножко под наклоном, не прямо, а вот так чуть-чуть. Ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, я дошел до верха, вот середина трубы Теперь начинаю с этой стороны все то же самое Выключаю Я закончил сварку Еще красная Здесь, когда заход делал шлак отбил И когда сварку начинал на потолке Тоже вот здесь отбил шлак, сейчас уже корень по-любому уже стал Видите какой выпуклый Сейчас я попробую вам фокусировать Не хочет он фокусировать Вот такой шов Это потолок, это потолок, сейчас я вот эти шишечки позбиваю все Валик не должен быть высоким, запомните Как это делать, чтобы он не был высокий, да валик Вы даже при сварке, когда варите Когда варите при сварке, внизу смотрите, как формируется валик В самом низу, понятно И увидите, сколько набирается Он не должен быть высоким До 3 мм От 0,3 до 3 мм Сейчас я облагорожу, зачищу Хотя у меня щетки нет, блин Так, что внутри Смотрите внутри Сейчас я так поудобнее поставлю Ну что-то плохо фокусирует его Я вроде подсветку включил О, смотрите Он поджарился, его выпукло немножко И стал корень прям шикарный Блин От трубы телефон накалился Представьте И подсветка выключилась Еще раз смотрим Опа Вот такой корень Отличный 100% пройдет рентген Такой стык получился Смотрите Конечно, так делать нельзя Как я сделал У меня просто щетки нет Высота валика, смотрите Блин Горячая Сейчас перчатку уберу Высота валика, смотрите Не должна быть большой Вот это околошовную зону Нельзя балдаркой трогать Это просто у меня нет щетки Чтоб вам показать Вот так я его облагородил Получился классный стучок Неповоротный На вот таких амперах Я варил 80 ампер Рисанта Классный аппарат Корень у нас Что там у нас корень Корень надо с подсветкой Еще раз посмотрим Сейчас если зафиксирую О, вот наш корень Вот такой корешок Вот такой стычок Короче Вы поняли Все вам рассказал от и до Как варить трубы По трубы под рентген Ничего сложного нет Берите и варите Если вы уже поняли Что такое сварочная ванна Все остальное Берите и варите Ничего такого нет Набивайте руку Я раньше думал Что это фиг знает что С чем то А сейчас без пульта варю Вообще кофиг Ну теперь лопаты Еще давайте заварим Сварку тонкого железа Я произвожу электродами Два с половиной миллиметра Или два миллиметра Рутиловыми С отрывом Поставил 90 ампер На два с половиной миллиметра Электрод ОК-46-00 Исабовские Отбил от грязи Лопату Два с половиной миллиметра Сварку тонкого железа вот здесь видите она сгнила совсем труба ой труха лопата это можно мать Лесант она, видите, очень мягко варит. Наплавляйте до тех пор, пока не найдёте металл, который уже толстенький, не ржавый. Всё, лопата заварена. Вот так вот, легко и просто. Лесант мягко варит, тонкие металлы, замечательно не варить. Ну вот это люкс, вообще прикольная вещь. Всё, лопата заварена, здесь вот так. Где там, видно, видно. Здесь вот так, чуть-чуть на балдажник выскочил. Ну, она здесь гнила, я её нашёл, где твёрдый, ну, где не гнилой металл. И так вот постепенно-постепенно наварил и заварил, короче. Так, следующая лопата тоже самая. Электродом или чем зачистили от грязи и поверкали. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрим... Там, где такие поры, типа якобы, да? Это грязь дура. Все заварено. С этой стороны проплавлено. Вот такие дела. Вот такой классный стык получается. Без пульта, как видите. Все можно варить. Ресанта, кстати, вообще классно варит. Люкс вот этот вот. Я вам ее советую. У этой Ресанты классное антизалипание. То есть, электрод только залит. Сразу моментально сбрасывается напряжение. Электрод отлипает. То есть, что для новичка, это будет просто шикарно. И еще мне чем нравится тем, что можно регулировать горячий старт и форсаж дуги. Это тоже прикольно. Для каких-то случаев мне горячий старт больше надо. Где-то меньше. Где-то форсаж добавить. Где-то убавить. Короче, классная вещь. Ресанта Люкс САИ-190. Этого достаточно для дома, для шапашек каких-то. Пока. Ставим лайки, задаем вопросы. Пишите, что еще хотите увидеть по сварке. Пока. Лайки обязательно. Я вот это стараюсь. Видео снимаю из-за ваших лайков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok